привет друзья привет подписчики мое путешествие обратно из турции в россии на мотоцикле самом разгаре я сейчас в батуми но камеру включил только сейчас и этому предшествовали некоторые обстоятельства просто когда я не мог реально включить камеру мне не было возможности ее достать из рюкзака и я сейчас о них расскажу первое первое обстоятельство что мотоцикл я решил чтобы пробег не накручивать я продаю его как будет наверное вы знаете как догадались и везу володь кавказ и чтобы не накручивать пробег я решил его отвезти на автобусе ну как на автобусе обратился к своему механику фирургу в алании говорю как мне можно доставить мотоциклах на границе к батуми например через турцию потому что тысячи с лишним километров ну конечно напряжно ехать и холодно пока еще в середине апреля вот а на автобусе в итоге мы договаривались с автобусом ходили договорились меня и мотоцикл забрали стоимость 2100 лир примерно 12 тысяч рублей но на месте 300 лир то есть 1600 примерно рублей 1600 водитель с меня еще стряс 2400 лир получили дорога от алании до батуми на автобусе ехали сутки то есть мы сразу загрузили мотоцикл посмотрите фото загрузили мотоцикл все там рюкзак все мои вещи убрали даже не мог камеру взять ну и ладно потому что я был очень уставший тогда я рано встал до этого я не спал очень плохо спал ночами там по четыре пять часов там много работал и волновался в общем такого все было все все вещи сумки таки все вода тыку все загрузили в автобус там внутрь багаж и собственно я не мог взять камеру я там постоянно то спал то у меня в руках а вот просыпался вырубал и так прошли сутки вот потом я вышел и то что было воду расскажу дальше ребятки смотрите 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 это кто это макс кассе мы встретились в батуми мы все из самары короче мы дружим давно вот мы самара встретились в батуми вы представляете я дома в точку вот этот вот я в батуми проекту продаем вот как я говорил да и нет нету привет ютубчику да у меня целых 335 подписчиков да да ладно если бы 335 тысяч было тогда в другое а это пока ну ладно все впереди и что у нас здесь есть национальная хачапури лобби по индексу хинкали это дешевые заведение дешевый ресторан если один лари за один лари за какой курс 27 рублей 1 хинкаль значит ресторан дешевый если в 2 лари то очень дорого а вот его хорошее значит напомню ресторан гурман у нас а рыбные здесь ничего не пробовали так я пожалуй шашлыка свинины потому что мне это не грозит в турции это нет нет конечно они не едят и поскольку они да но зато бака будут целее поделитесь мнением что вас за салатики горячий салат со свининой горячий салат со свининой наконец-то свинина нормально полезно тебе лук и зеленые кольцами все с луком турки кстати тоже лук любят правду гору маринованный тогда у тебя чем типа греческий ничего ничего овощной заправка с грецким орехом это их национальная прикольно классно так мы еще и заказали видите у нас тут прям национальная водичка в турции что хорошо вода чистая да и на тохтаре да я проезжал это место вот такая вот а я жду шашлык наконец-то с виной и свинины а и конечно же хачапури с сыром очень вкусная штука наконец-то жуточок принесли да ребята это не нью-йорк это батуми смотрите как круто боющие фонтаны набережной батуми в этих домах в общем батуми развивается батуми но здесь круто да на самом деле вот в таком месте классно а мне нравится что музыка здесь не классика а вот такая какая-то жазовая да 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 это я уже забыл что тем говорил вообще ноутбук у меня с собой нет в общем я приехал в батуми на границе заплатил штраф за мой выхлоп и полицейский мне говорил что штраф будет 1000 евро но я заплатил всего 200 с лишним лир ну короче там 1300 рублей вот классно сэкономил денежку вот все штраф у меня в турции теперь нет забронировал отель я еще в автобусе когда ехал автобусе было вай фай это хорошо кстати автобус довольно комфортабельные то есть я сутки ехал и думал что сдохну вот ах нет доехал нормально устал конечно но доехал вот сейчас я в батуми ночую завтра утром рано выезжаю хочу восемь часов выехать чтобы где-то часам по четырем уже быть на границе на верхнем элапсе погода там сейчас ужасная немножко снег немножко дождь обещают я вот мембрану подкладку пристёгиваю вот в свою пуску и третий слой утеплители тоже пристёгиваю сейчас буду сейчас на толстовку попробовать одеть все очень плотненько будет вот так же я буду сейчас на толстовку уже у меня нет зимних перчаток более того я скажу ребят что у меня перчатки не дырявые вот на кончиках пальцев они тут дырявые летние перчатки кожаная подделка поэтому один товарищ тоже мой из Самары на таком же мотоцикле как у меня Александр спасибо огромное за подсказку сверху на вот эти вот перчатки я одену обычные резиновые перчатки что просто не задувало сегодня я ехал от границы вот до отеля в Батуми порядка 13 километров и был такой моросящий неприятный дождь в общем очень руки замерзли очень просто даже перчатки хватит а это Батуми здесь 7-8 градусов тепла было днем а там 4 обещают хотя нет завтра завтра тоже 7 там вещают в горах в районе ой у даури там в районе как она называется степан смита как-то сейчас я посмотрю да степан смита вот в районе этого поселка сейчас вообще смотрите минус один там показывает в горах на высоте чуть больше двух километров на уровне моря поэтому буду утепляться сейчас по максимуму одевать свои подштаники я вам сразу покажу да что у меня какие теплые вещи у меня есть вот я думаю это будет интересно для будущих мотопутешествий кто то как я такие начинающие довольно таки так как вот эти штаны мотоштаны у меня очень летние тут сеточка под них особо какие-то теплые подштаники не оденешь что я использую я использую такие вот фокс чулочки теплые они меня не раз спасали даже когда я еще вот на велике на мутербайк эндуро катал на соревнования ездил вот в горы вот на гору собербаш под краснодар вот весной там еще было очень холодно дождливо я вот одевал эти подштаники они меня спасали прям вообще подштаники и вот такой тоже найковская для бега штанички такие и все это очень хорошо держит сохраняя тепло вот сверху мотоштаны защитой и я думаю чтобы это будет уже этого будет достаточно будет нормально там в горах вот ну и соответственно толстовка и трехслойная куртка с утеплителем тоже думаю будет нормально фотоцикл сейчас довольно таки легкий то есть у меня только канистр в столовой канистре с бензином полная вот там уж бензин я думаю воскогорью я уже перелью в бак по поводу бензина кстати да я залил полную канистру бензина полный бак бензина то есть порядок где-то на 550 километров должно хватить бензина а там как раз до границы до верхнего ларса 520 километров то есть у меня бензина впритык буду стараться не гнать мотоцикла легких груза нет практически вот у меня кофр там немножко еды и маленький рюкзачок вот то есть и гнать не буду буду экономить топливо там по себе мотоцикл экономный но лари у меня больше нет денег нет и поэтому надо будет как-то в общем аккуратно ехать я думаю не обсохну 550 километров мне надо будет все таки проехать вот и главное чтобы еще навигатор не тупил все будет нормально так что еще сказать пока я ехал от границы этого отеля от границы с Турцией плотинки у меня как-то промокнуть успели я не знаю там вода залилась или как как это все нижнепромокаемый типа там гортекс здесь все дела вот через какие-то щели вообще я через вот эту штуку все просушил все сходил к друзьям у меня друзья здесь вот знаете да я сейчас показал Максим в Кате выходил давай кушали штатуричок в общем все хорошо готовлю одежду я понял что чем меньше вещей и одежды тем лучше короче ничего не надо лишнее готовить все уже как бы все оделся поехал вот так что а завтра будет сложный но интересный день всем пока ну что ж друзья я покидаю Батуми в эту поездку в этом городе я попробовал наверное все основные вкусняшки в грузии шачи пуре шашлы грузинские и эти как как пельмешки как это тут как называется в общем попробовал все очень приемные хозяева были и я буду рекомендовать так что я буду в общем рекомендовать этот кустевой дом для пушистые и грузинские и для пушистых здесь есть парковка снимаю даже на ютубе видео вот Руслан хозяин дома вот его жена потрясающе готовят очень вкусно в общем хотите настоящую грузинскую кухню попробовать пишите мне я скину вам локацию будете в Батуми в общем заезжайте начинается сезон вот здесь скоро построится такая летняя беседка можно будет отлично отдыхать жарить шатлык в общем очень классное спокойное и уютное место и недалеко до центра где набережная и много народ гуляет ну все я поехал сегодня перевал цикла как будто не хочется на расставаться проголол притал уши колесо заднее не знаю как проголол может он еще лопну где сосок не знаю сдувает медленно кое как я уже практически вы видите какие города на заднем плане я уже практически добрался до границы все тут 100 километров осталось до границы уже горы начинаются ребят перевал и не знаю каким образом но в общем такая фигня с колесом не помню там до скольки российские таможни работает круглосуточно и круглосуточно до 8 до 6 и время в 5 часов очень боюсь здесь где-то застрять в Турдауре есть гостиница но как бы это не входило в мои планы надеюсь сейчас все починят сейчас освободится ужин Наташник колесо снял в общем я проект хорошо достаточно быстро четко проблем никаких не было я даже не снимал камеру не цеплял к шлему потому что смысла не был вы все это видели в моем моих предыдущих видео когда я ехал через грузию в Турцию ну а теперь мне лишь будет оставить доставить мотоцикл быстрее в целости с охранности до Владикавказа и все так вот такие вот приключения в итоге за два часа мы починили это колесо и до границы с россией я добрался уже затем примерно в девять часов вечера отморозил два пальца несколько раз останавливался Гудауре остановился на заправке естественно снимать не мог потому что пальцы все были отморожены это обморожение у меня прошло только спустя две недели после того как я вернулся в Аланию добравшись до Владикавказа примерно в одиннадцать вечера я просто сразу свалился от усталости от этих переживаний с колесом и на следующий день рано утром я поехал в ПЭК в транспортную компанию доставка до Москвы байка стоила примерно 19000 насколько помню и кстати вес без бензина с кофрами и с канистрами был 165 килограмм делайте выводы обратно я ехал вот видите на фотографиях уже маршруткой до Тбилиси и от Тбилиси до Батуми также от центрального автовокзала на маршрутке в Батуми был я уже в 3 часа ночи примерно в 4 часа утра я на такси добрался до границы Грузии и Турции пешком перешел границу добрался до ближайшего города Турции 15 километров от границы до автовокзала там ждал 4 часа до 8 утра автобуса в итоге на автобусе 26 часов я добирался до Аланья вот такая вот история друзья пять дней путешествия туда-сюда по суше из Турции самой южной точки Турции до Владикавказа было очень тяжело никому не пожелаю такого но очень интересно всем спасибо за внимание оставляйте комментарии подписывайтесь на связи в�ığımız кто-то хотел бы это��ゃ управиться дете не обращ beste дете подписаться рек carrots по буденьку мои родuber видят … cent элект об за